Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Каждый бюджетный рубль должен быть эффективным. Такую задачу озвучил губернатор 47-го региона перед участниками расширенного заседания областного правительства. Долгожданное новоселье. Восемь выпускников Выборгского детского дома получили ключи от собственных квартир. Любимому городу посвящается. Воспитанники благотворительного фонда «Диконе» сочинили песню о Выборге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил программу повышения эффективности исполнительных органов власти. В Доме правительства прошло расширенное заседание правительства региона с участием глав муниципальных образований, глав администраций, депутатов законодательного собрания региона и членов общественной палаты. Впервые собрания начали с гимна Ленинградской области. Отныне его исполнение будет сопровождать открытие каждого заседания правительства. О том, какие документы были подписаны в этот день и о том, как Ленинградская область завершает 2014 год, в нашем следующем сюжете. Минимальная заработная плата в Ленинградской области в 2015 году вырастет. Соответствующее трехстороннее соглашение на расширенном заседании правительства подписали губернатор региона Александр Дрозденко, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин и президент областного союза промышленников и предпринимателей Валерий Израилит. Согласно документу, с 1 апреля МРОД составит 7600 рублей. С 1 сентября на 200 рублей больше, без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. До 1 апреля в регионе действует установленный предыдущим соглашением размер минимальной заработной платы – 7450 рублей. Далее глава региона представил собравшимся программу повышения эффективности исполнительных органов власти. В первую очередь своим коллегам Александр Дрозденко запретил использовать слова «кризис» и «сокращение бюджета». Необходимо, по мнению губернатора, научиться работать в новых реалиях, и только от слаженной работы всей команды будет зависеть успех общего дела. То, что мы с вами работали с определенным напряжением, это тоже только старт. Считайте, что мы только приподнялись и побежали. Чтобы побежать, нам нужно работать гораздо быстрее, гораздо эффективнее и приносить максимальную пользу. Упавших по дороге подбирать не будем. Выступая перед участниками расширенного заседания правительства, глава 47-го региона отметил, что Ленинградская область в уходящем году справилась с задачей оптимизации бюджета и заканчивает его с профицитом. Уровень исполнения поручений президента повышен с 52 до 100%. Но, по словам Александра Дрозденко, это лишь начало большой работы. В числе задач на 2015 год губернатор назвал сокращение сроков заключения контрактов, обеспечение выполнения расходной части бюджета к 1 июля не менее чем на 45%, мобилизацию налоговых поступлений, приватизацию или ликвидацию убыточных госпредприятий, оптимизацию штатной численности госучреждений. Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность введения местного налога в сельских поселениях на общие нужды, причем с повышающим коэффициентом для граждан, проживающих на селе, только в дачный период. Упомянул губернатор в своей программе и необходимость социальной поддержки граждан. Мы с вами должны на 1 марта проиндексировать все социальные выплаты, которые производим из бюджета Ленинградской области. На период инфляционных ожиданий установить два срока в течение года индексации социальных выплат, это 1 марта и 1 сентября. Также губернатор говорил о необходимости поддержки малого бизнеса и предприятий сельского хозяйства. В числе предложений субсидии до 50% кредитных ставок, предоставление налоговых каникул для предприятий, работающих в малых населенных пунктах, возобновление продажи сигаретной и алкогольной продукции в малых торговых точках. Подводя итог, Александр Дрозденко подчеркнул, тот, кто хочет работать, находит возможность и средства для реализации своих задач. В штиль и в шторм все зависит от гребцов. Будут грести, будут плыть, бросят, утонут. Мы тонуть точно не хотим. Во главу угла Александр Дрозденко предложил всем поставить эффективность работы и идти к намеченным целям. Вероника Когут, Валерий Пресежнек, Медиагруппа «Наш город». Жить в мире и согласие. Совет по межнациональным отношениям при главе администрации Выборгского района подвел итоги работы за год. Начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями районной администрации Татьяна Коргина рассказала о реализации национальной политики на территории Выборгского района и о том, какую роль играют национальные объединения и религиозные организации в вопросах укрепления межнационального и межконфессионального согласия. О работе по противодействию экстремистским проявлениям, профилактике асоциального поведения и формированию культуры и отношений в молодежной среде отчитали специалисты отдела молодежной политики. Все эти мероприятия приходят при поддержке Молодежного совета и всех национальных объединений, которые существуют у нас в Выборгском районе. Потому что мы не делим молодежь по религии и по национальности, ведь молодежь Выборгского района – это единое целое. Глава районной администрации и председатель Совета по межнациональным отношениям Геннадий Орлов подчеркнул в разговоре, что уважение культур разных национальностей – неотъемлемая часть современного общества. И заверил, что администрация готова предоставить необходимую помощь в деятельности всех диаспор на территории района. Напомним, сегодня в Выборгском районе действует более 60 религиозных организаций, а также 7 национально-культурных объединений. Губернатор региона Александр Дрозденко вручил научные премии и государственные награды. Знаком отличия за вклад в развитие Ленинградской области награжден председатель Комитета взаимодействия с поселениями и общественными объединениями Выборгского района Александр Лысов. Благодарность губернатора объявлена начальнику отдела молодежной политики администрации Выборгского района Алексею Орлову. Сам глава региона Александр Дрозденко на церемонии был награжден почетным знаком Законодательного собрания области. Совет депутатов Выборгского района внес заключительные поправки в бюджет муниципального образования. По итогам уходящего года его доходная часть составляет 5 миллиардов 53 миллиона рублей, расходная почти на 200 миллионов больше. Кроме того, на очередной сессии парламентарии утвердили изменения в структуре администрации Выборгского района, внесли изменения в решение о фонде социальной поддержки населения, назначили на должность председателя районной контрольно-счетной комиссии Елену Прохорову. Наиболее подробно депутаты обсудили проводимую в муниципалитете работу по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению. По словам руководителя профильного комитета Дмитрия Романенко, в уходящем году на территории района действовали 12 городских, 31 пригородный и 8 специальных школьных маршрутов, которые продолжат работать и в следующем году. Более 80% перевозок осуществляется по дорогам регионального значения. Благодаря переговорам с областным правительством удалось добиться финансирования ремонтных работ. В этом году у нас отремонтировано 85,5 километров дорожной сети. В целом у нас три маршрута на сегодняшний момент получили комфортное движение по дорогам. В ряде маршрутов у нас частично, где-то наполовину, наверное, маршруты приведены в нормативное состояние. Но по программе, которая принята в правительстве Ленинградской области в Комитете дорожного хозяйства, все эти работы в следующем году будут закончены. Дмитрий Романенко отметил также, что Выборгский район – единственный в Ленинградской области муниципалитет, предоставляющий субсидии перевозчикам для компенсации их затрат. Более 28 миллионов было выделено на эти цели, что позволило не повышать стоимость проезда на ряде маршрутов. В заключении сессии районные депутаты обсудили перспективный план работы на 2015 год. Пенни по капремонту не будут начислять в 47-м регионе до апреля 2015 года. Такое решение было принято на заседании Попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. В квитанциях на оплату взносов за декабрь текущего года предусмотрены изменения. По просьбам населения дополнительно введены две новые графы – перерасчет по предыдущему периоду и оплата в текущем периоде. Новоселье в канун Нового года. Восьми выпускникам Выборгского детского дома вручили ключи от квартир. Церемония проходила в администрации Выборгского района. Жилье получили также семья очередников и семья медиков. Вероника Когут расскажет подробнее. Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в действии. Еще восемь выпускников Выборгского детского дома получили ключи от собственных квартир. Всего в выходящем году из федерального и областного бюджетов на реализацию программы выделили 58,5 миллионов рублей. Администрации Выборгского района было приобретено и распределено 38 квартир. Огромную работу проделал отдел опеки и попечительства. У нас нет судебных решений, потому что у нас все дети четко проходят все процедуры, которые и в срок мы укладываемся. Поэтому у нас дети с 18 уже лет пошли, которым мы вручаем ключи. Это тоже показатель работы администрации. В уходящем году Выборгский район полностью выполнил свои обязательства по реализации программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поздравляя Новоселов, глава муниципалитета Александр Лысов подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в следующем году. У нас и на 2015 год также выделены определенные средства практически в том же размере, несмотря на тот кризис, который сегодня имеет место быть. И мы надеемся, что мы сможем приобрести квартиры и очередное количество ребят обеспечить этим жильем. Не скрывали свои радости и обладатели собственных квартир. Некоторые из них уже создали собственные семьи и обзавелись детьми. Все получают профессию в учебных заведениях. Очень рад, конечно, переполняю. Хочется посмотреть. Конечно, сегодня же поеду туда, все посмотрю, все как там. Очень хочется. Я не могу это взять. Я заканчиваю колледж, поступаю сейчас на соцсоставительный завод. Прошли практику и хочу пойти работать туда. В этот день ключи от квартиры получила также семья Воробьевых. Долгие годы супруги стояли в очереди на жилье и, наконец, смогут справить новоселье. В собственной квартире отметят Новый год и семья врачей. Серову присутствовать на церемонии не смогли. Владимира Серова, хирурга центральной районной больницы, вызвали в операционную. Его супруга, заведующая отделением дневного стационара, находится в декретном отпуске. Два месяца назад в семье появился второй ребенок. Медицина у нас перешла на уровень субъекта Российской Федерации, то есть учреждения стали государственными. Но, несмотря на это, Совет депутатов Выборгского района принял положение о возможности выделения служебных квартир медицинским работникам. Потому что обеспеченность кадрами медицинскими очень низкая, к сожалению. Но это проблема и всей страны, Ленинградской области и, понятно, Выборгского района. Поэтому решение Совета депутатов, оно своевременно. В уходящем году жильем будет обеспечена еще одна семья медиков, работающих в родильном доме и детской больнице. Вероника Когут, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа «Наш город». В споре рождается истина. Первый в новом сезоне 2014-2015 года турнир по дебатам среди молодежи состоялся в минувшую пятницу в библиотеке Алта. В смотре ораторского мастерства приняли участие 12 команд, представляющих школы и вузы Выборгского района. После жеребьевки были определены дуэльные пары, которые должны были привести аргументы за или против по заранее определенной теме. Сохранность окружающей среды, доступность высшего образования. Переход на четырехдневную рабочую неделю. И многие другие вопросы обсуждали участники турнира. Целей у дебатов очень много. Это, во-первых, открытая площадка для молодежи, чтобы они могли обсудить актуальные проблемы в своем времени, потренироваться в ораторском мастерстве и научиться отстаивать свою позицию, какая бы она ни выпала. Судьями в турнире стали члены жюри под председательством главы администрации Приморского городского поселения Николая Столярова. Отметим, что только 8 из 12 команд-участниц пройдут в следующий этап сезона. Ну а лидер в дебатах будет определен в финале, который состоится после Нового года. Люди будущего выбирают Выборг. Уже много лет в нашем городе работает благотворительный фонд «Дикони». Его двери всегда открыты для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди воспитанников фонда немало талантливых мальчишек и девчонок. Самые творческие объединились в квартет «People of the Future». Недавно этот коллектив преподнес своим подписчикам в соцсетях музыкальный подарок. О чем их новая песня и почему они называют себя людьми будущего, узнавал Александр Телегин. «Мы одна семья», – говорят юные авторы и исполнители своих песен. И это не просто слова. Все они действительно родственники, хотя и носят разные фамилии. Но кроме кровных уз, уже много лет ребят объединяет любовь к музыке. Сначала они пели чужие песни, потом появилось желание придумать что-то свое. Тем более, что в фонде «Диконе» солисту коллектива Алексею Вишнякову на день рождения подарили новую гитару. Так родилась группа «People of the Future» или «Люди будущего». Хотя искать скрытого смысла в названии все-таки не стоит. Просто звучит красиво, открывает секрет ребята. Сегодня у юных музыкантов свыше 20 песен собственного сочинения и небольшой опыт выступления перед зрителями на школьных концертах. Но молодые исполнители надеются, что их новую песню о Выборге услышат гораздо больше жителей города. Выборг по-настоящему красивый город. И то, что на самом деле, мне кажется, прекрасней его нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить. И мы в это верим. Ребята гуляли по городу, смотрели по сторонам и, как в литературной игре «Буриме», по строчке сочиняли слова новой песни. Затем на гитаре подбиралась музыка. А в завершение участники группы решили добавить немного битбокса. Но несмотря на то, что Выборгская молодежь приняла на ура творчество юных исполнителей, участники квартета не планируют после окончания школы выбирать профессии, связанные с музыкой. Шестиклассница Аня Полякова мечтает стать семейным психологом. Ее сестра Саша задумывается о карьере повара. Алексей хочет выучиться на тренера по боксу. И только второкласснику Сереже пока рано отвечать на вопрос, с кем быть. Главное – освоить паркур и брикданс свободно от школы репетиций время, делиться своими планами на будущее юный битбоксер. Но для музыки, уверены ребята, в их жизни всегда найдется время и место. Город, в котором я живу, город. Может, город Выборг не совсем большой, Зато посмотри, как он красив с собой, Какие в нем домах такие старые места. Город Выборг – город мечта. Город Выборг – великолепный город, Тем более маленький город с огромной историей. Я в нем живу уже довольно много лет, И скажу вам, города прекрасней нет, город. Необычный подарок получили накануне Нового года ученики Выборгской гимназии. Придя на праздник в Клуб Балтика, Третьеклассники с удивлением обнаружили, Что главными героями торжества стали их родители. Мама и папа поставили новогоднюю сказку, Которую сами и сочинили. Что из этого получилось, расскажет Людмила Перминова. Старые друзья сошли со страниц любимых детских книг, Чтобы устроить новогодний праздник для учеников третьего А-класса Выборгской гимназии. Пеппи Длинный Чулок, Буратино, Пятачок, Карлсон, Фрэкинбок, Карабас-Барабас И, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к ребятам. Несведущему зрителю могло показаться, Что на гастроли в наш город приехали артисты. Но когда через несколько минут после начала спектакля Издала раздались детские голоса «Это моя мама, а это мой папа», Всем все стало ясно. Актерами были родители третьеклассников. Пару месяцев тому назад на родительском собрании Они решили устроить для детей необычный праздник. Текст сказки взялся написать Вадим Аверьянов. Он же выступил в качестве режиссера-постановщика, А также в роли Карабаса-Барабаса. Другие родители тоже с удовольствием подключились к процессу. По выходным учили роли, репетировали, шили костюмы. Все в тайне от детей. Спектакль получился чисто родительским, Потому что там такая вот мысль о добре, Мысль о том, как нужно себя вести и как не нужно себя вести. Интернет вреден. А что полезно? Книжки, спорт, обязательно. Вот все никак не могу своего пятачка маленького заставить. Вставляет кошмар. Несмотря на то, что прежде практически никому из них Не доводилось выступать на сцене, Первый опыт удался. По признанию детей, Мама и папа играли гораздо лучше, чем профессиональные актеры. Да, интереснее, потому что это были родители. Я очень обрадовалась. Все-таки родной человек у нас с этим выступает. Папе длинный чулок, это моя мама. Лучше, когда родители ставят спектакли. А почему? Ну, потому что это, ну, более уверенно. Мы с бабушкой думали, куда проделась мама и папа. Мы сначала думали, что они уехали. Но потом я узнал по голосу своей мамы и увидел папу в лице карабаса-барабаса. Я подумал, почему мой папа анализируется в злого, а не в хорошего. Удовольствие от новогодней сказки получили и сами взрослые. Многие никак не хотели выходить из образа, даже когда стихли аплодисменты. Мы думаем, что он должен был больше запомниться, чем все остальные, Потому что сделано было не по штампу, сделано было от души, с любовью. Гимназисты, в свою очередь, сказали, что этот Новый год запомнят на всю жизнь. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Памятный день для Спаса Преображенского собора. Мощи пророка Иоанна Крестителя прибыли в наш город в минувшую пятницу. Святыня обычно хранится в московском храме на Пресне. Но вне рождественского поста ларец с мощами перевезли для поклонения в Приозерск, а затем в Выборг. По словам священника Дмитрия Казакова, это событие сегодня особенно значимо для верующих нашего города. Человек подчас пуст соблюдает только исключительно в гастрономической составляющей. Важно, что-то есть или что-то не есть. А вот меняться человек подчас не готов. Иоанн Креститель как раз к покаянию и призывал. Покаяние – слово греческое. Перемена ума. Изменись. Стань другим. Мощи будут находиться в Спасо-Преображенском соборе до конца этой недели. И каждый желающий может прийти и преклонить голову перед нетленными останками святого ежедневно с 9 до 19 часов. 3 января ларец со святыней отправится во Всеволожск. Как отмечает священник Дмитрий Казаков, в следующий раз с памятью Иоанна Крестителя мы встретимся на праздник Крещения Господня. Близится Новый год. В нашем городе по традиции будут проводиться разнообразные праздничные мероприятия. Так, в новогоднюю ночь горожан приглашают на Красную площадь. В час ночи у главной городской елки грянет морозный хит-парад. Новогодняя дискотека продолжится до 3 часов ночи. В связи с этим жители просят не парковать машины по периметру Красной площади в ночь с 31 на 1 с 10 вечера до 4 утра. Оставленные автомобили будут вывезены эвакуатором за счет их владельцев. Кроме того, в этот период планируется ограничение автомобильного движения в центре города, на проспектах Суворова и Ленина и улицах Димитрова, Мира, Северной, Ушакова. А 7 января на Соборной площади Выборга будет отмечаться Рождество Христова. Пройдут народные гуляния. Подробный план праздничных мероприятий как в Выборге, так и в поселениях Выборгского района можно найти на сайте районной администрации и на сайте выборг.тв. С 2015 года юноши и девушки, возраст которых не достиг 18 лет, смогут посещать российские музеи бесплатно. Гражданство при этом не играет роли. Как сообщает Интерфакс, данное правило будет распространяться только на музеи федерального значения. В их число входят, например, Эрмитаж и Русский музей в Петербурге, Третьяковская галерея в Москве и многие другие. В Выборге это новшество коснется выставочного центра Эрмитаж Выборг и парка-заповедника Монрепо. Официальный курс валют на 30 декабря, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 69,06 рубля, доллар 56,68 рубля. Многие любят красивый и немного волшебный обычай наряжать на новогодние праздники елку. Мы предлагаем вам вместе с нами сделать своими руками оригинальное украшение для лесной красавицы. Для этого необходимо приготовить бумагу, цветной картон, ножницы и красивую ленточку. Мастер-класс пройдет завтра в вечернем эфире программы «Город новости по Выборгске» в 19.30. А наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание и всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok